А здрасте! Внезапное дерьмо! Мы продолжаем нашу карьеру на свапе. Мы начинаем четвертый сезон на карте свапа агро в фс 19. У нас есть вот такая вот собачка, которая что-то забаганная какая-то. В общем-то, те кто не смотрел первые три сезона, очень рекомендую их посмотреть. В описании есть ссылки на плейлисты или вот в правом верхнем углу они сейчас тоже появятся. А для тех, кому, собственно, впадло это все делать, мы сейчас пробежимся по карте и посмотрим, что мы за три сезона смогли заработать, что купили, что запустили и чем мы будем заниматься в этом сезоне. Поехали! Начнем мы, друзья, с полей. У нас есть два поля на данный момент. Это одно большое, 31, 32, 33 объединенное. На данный момент здесь растет ячмень. Ячменя будет до хера. А также объединенное седьмое-восьмое поле. Здесь тоже почему-то растет ячмень. И я, если честно, даже не знаю почему. Скорее всего, я просто забыл поменять семена в сейлке и хотел засеять что-то другое. Ну да ладно, значит будем собирать ячмень. Скорее всего, мы прикупим себе еще одно поле, чтобы их было три. Я пока что еще не знаю какое. У меня планов на этот сезон на данную секунду нету. Потому что я больше месяца уже не заходил в эту карьеру и не знаю, что у нас здесь вообще происходит. Я буду смотреть это вместе с вами. А еще, кстати, у нас есть вот такая лужайка. Мы ее купили и мы ее косим на травку, которая перерабатывается в сено или в силос или просто траву оставляем для всяких нужд. Так что с травой у нас проблем тоже, как правило, нету. Далее, друзья, пробежимся по нашему имуществу. Во-первых, у нас есть хранилище. На хранилище лежит урожай. И я даже не помню, чего сколько. У нас есть немножко пшенички, немножко овса, немножко подсолнухов, кукурузы и ржи. Ячменя у нас нету, но мы его будем собирать. Ха. Также у нас есть миллион свеклы. Миллион литров. Даже чуть больше. Это довольно-таки много. Ну и на хранилище, где лежит всякая щепа трава, тоже много всего. Солома у нас очень до хрена и после ячменя ее будет еще больше. Солома мы перерабатываем в компост. Она как мусор идет. Больше пока что нигде не используется. Ну и еще на агрокорме. Но об этом чуть попозже. Также в последней серии мы купили коровник. И здесь у нас есть коровки, которые дают нам молочко. В коровнике у нас 199 коров. У них пока что есть еда. Автоматически у них все убирается. Вода, солома. Это у нас все автоматически. Через полчаса будет еще одна корова. До хранища уже есть навоза, жидкого навоза. И почти 500 кубов молока. Короче, они очень быстро все это дело нам делают. С момента последней серии я много дней промотал, потому что занимался заводами. Чуть попозже объясню, что произошло. Но в общем-то дней промотано было много. И коров у нас теперь тоже много. Количество коров влезает сюда всего 200. Мы будем поддерживать их на уровне 195 штук, чтобы они могли размножаться. В общем-то еда у них пока что есть. Их пока трогать не будем. Хотя этой еды им хватит ненадолго. Но да ладно. Еще у нас есть три загона с лошадками. В общем-то лошадки у нас тоже автоматически выгуливаются. Мы их только кормим. Жрут они очень мало. У них сейчас полные кормушки. И этого хватит для того, чтобы все эти лошади выросли, выдрессировались. Мы их продали. Потом следующих закупим. И скорее всего на них этой еды тоже хватит. В общем-то лошадьми мы почти не занимаемся. Но раз в 10 дней у нас есть солидный такой приплод. Точнее не приплод, а прибыль. В общем-то три загонщика обычно по 2 миллиона нам приносят. Да. Ну и последнее, друзья, это наша база. Наша база находится на Атшибе. Довольно-таки далеко от основной базы. Потому что ту базу я не хочу использовать. Поэтому мы здесь построили свою. Здесь, соответственно, у нас стоит большой ангар. В котором находятся разные комбайны. У нас тут есть автоматическая самоходная косилка. Силосник, которым мы убираем лаванду или хмель. И два зерноуборочных комбайна. Это топовый класс и топовый Нью Холланд. Ну и к этим комбайнам, разумеется, есть жатки. Кукурузная и подсолнечная жатка у нас только к классу. Ну и две жатки тут по фэншую. Одна почему-то грязная. Не знаю почему. Также у нас есть песель, который ведет себя очень странно периодически. Его надо покормить. Иди, жри. Он, кстати, довольно быстро сжирает эту миску. У меня такое чувство, что это из-за того, что я его очень редко кормлю. Последний раз я это делал. Ух ты ж, ни хрена себе. Его можно путика почесать. Классно. И вот этого я не знал. Ладно. Это не важно. Также у нас есть тут еще несколько гаражей. И, в общем-то, что в них стоит. Во-первых, у нас есть вот такая вот замечательная, крутейшая разбрасывалка удобрений. Но мы с помощью нее разбрасываем известь. У нее широкий разброс и гигантский бункер в 60 кубов. Вот что-то около того. Тут ангары пустые пока что. Нет техники, чтобы их заполнять. А та хреновина сюда не вылазит. Поэтому она стоит отдельно. Далее у нас есть вот такая вот замечательная широкая удобрялка на 36 метров. Жидкими удобрениями она удобряет наши поля. Две сейлки есть. Одна для всяких кукуруз. Короче, сажалка. Кукуруза, свекла и прочую хрень она сажает. И обычная сейлка, которая всякие зерновые культуры. Типа пшенички, ячменя. В общем-то, с помощью нее мы справляемся. И все хорошо. И два культиватора. Один чизель, один обычный. Типа дисковая барана. Чизель-культиватор нам нужен для того, чтобы пахать. Потому что, если требуется вспашка, то чизель-культиватор этот вмиг решает. Обычный культиватор чуть пошире. Это дисковая барана или как это называется. Я не шарю в этом. Он работает довольно быстро и эффективно. Поэтому, если пахать не надо, то мы обрабатываем почву вот этой хреновиной. Далее у нас идет две платформы для тягачей для перевозки поддонов и тюков. Вот от этой мы, наверное, избавимся. Потому что в одной из последних серий прошлого сезона у нас появилась вот эта вот оранжевая. Она перевозит в себе целых 20 поддонов. Точнее 40. Вот правый прицеп 20 только, а левый 40. И тем более он оранжевый. А правый нет. Поэтому в нем нет смысла. Но я его пока что не продавал. Есть также бочка у нас для водички. Бочка для нефти. И бочка для биогаза. Соответственно, в них мы возим воду или то, что на них написано. Суперские бочки по 50 кубов вместимостью. И с кроссплеем работают. Так что у них все отлично. Есть также вот такая вот хреновина для перевозки бревен на всякие пилорамы и производство поддонов. Есть у нас две скании. Обе с полуприцепами зерновыми. Одна оранжевая, одна беленькая. На оранжевой, как правило, мы сами ездим. А на беленькой работает кроссплейчик. Они, в общем-то, хорошо справляются со своими задачами. Уже много на них наезжено. Так что тягачи у нас в деревне тоже имеются. Также у нас есть три прицепчика. Один с подборщиком силосный. Собираем травку или соломку с помощью него всегда. И два обычных, которые для тракторов. Они, как правило, работают с комбайнами на полях. Потому что перевозками из точки А в точку Б у нас занимаются скани. В общем-то, эти ребята у нас тоже справляются. И все нормально. Для обработки травы у нас также есть техника. Правда, мы довольно редко ей пользуемся. Во-первых, валковая жатка и сеноворошилка. Если нам нужно сделать сено. Но сеном мы занимаемся редко. Также у нас есть техника для тюковки. Делает круглые тюки и выворачивает их пленкой и сразу в силос. Если у нас проблемы с деньгами, то мы, как правило, загружаем вот эту вот хреновину. И, соответственно, есть прицепчик для этих самых круглых тюков. Он из DLC Андерсон Пака. В общем-то, по курсплею лужайка любая вывозится. Или по контрактам, кстати, тоже они работали в паре. Тоже отлично себя чувствовали. Контракты на тюки, в общем-то, выполнялись с помощью вот этих хреновин. Тюковщик замечательно вешается сразу к косилке и один трактор эти тюки потом возит. И нас, как правило, не трогает. Ну и, друзья, еще у нас есть три трактора. Во-первых, топовая оранжевая Вальтера. Мой любимый трактор. За полсезона последних он намотал 490 километров. Это много. Есть GCB, которая у нас для перевозок используется, как правило. Но на полях иногда тоже работает. То есть его имеет смысл вешать, например, на сбор соломы. Где перевозка тоже долгая. Он тоже, в общем-то, намотал уже до хренища. И есть у нас классный зеленый джоник. Который тоже любит работать на полях. Тоже мощный. И совсем справляется. У нас сейчас, в принципе, особых проблем с деньгами нету. У нас есть почти 5 миллионов. Осталось с прошлого раза. И по факту нам еще есть что продавать, если что. Так что тут все хорошо. Также на базе у нас есть пополнялка вот такая вот для семян. Она платная, но работает. Тоже с Курсплеем замечательно пашет. Семена пополняются автоматически, получается. Есть вот такой вот прицепчик с дизельным топливом, чтобы заправляться прямо на базе своим топливом. Правда, здесь заправка есть недалеко. Но мы эту штуку взяли еще до того, как переехали сюда. Раньше у нас база была в другом месте. Есть еще две пополнялки удобрений. Одна для сухих удобрений. У нас сухие удобрения используются в сейлках. Поэтому Курсплей, в общем-то, здесь тоже замечательно пополняется. И одна для жидких. Жидкие удобрения у нас для жидких удобрений. Да, есть специальная штука. Еще у нас где-то должна быть пополнялка извести. Только, по-моему, ее нету. Наверное, я еще известью ни разу не посыпал. С тех пор, как мы сюда переехали. Потому что мы сюда недавно переехали только. Так что как-то так. Ладно. Давайте еще пробежимся по всем заводикам, которые у нас есть в собственности. Первое, самое важное предприятие, это производство биогаза. Между сезонами я полностью его забил. Тут все в порядке. У нас биогаза должно хватить на весь сезон. Вот здесь вот мы его будем брать. Сейчас здесь забито 500 кубов. Силоса здесь тоже дохренище. И есть дегестат. Дегестат я освобождал отсюда. В общем-то, пока его девать некуда. Только продавать. Стоит он копейки, поэтому смысла в этом особого нету. Я его в 17 ферме вообще в землю выливал. В будущем из дегестата можно будет делать удобрения на агрокорме. Но я не знаю, будем ли мы этим заниматься вообще. Также здесь на биогазе есть силосный ямик, которыми я не пользуюсь. Потому что у меня есть очень классный ферментатор, который мне нравится. А конкретно вот он. Вот такая вот силосная башня. Засыпаем сюда траву или сечку. И соответственно здесь появляется у нас силос. Через какое-то время. Работает он довольно медленно, но работает. В общем-то с силосом у нас тоже проблем сейчас нету, как видите. Плюс на базе по-моему еще силос был. Я вот что-то забыл уточнить этот момент. Далее друзья, всякая лесообрабатывающая фигня. В частности пилорама. Она у нас тоже в собственности. Тут тоже все хорошо, все забито. Есть дохренища бруса. Есть 300 кубов брюрин, которые ждут своей обработки. В общем-то для строительства нам должно будет хватать. Хотя не знаю. Расходуется эта штука довольно-таки быстро. Также кстати у нас есть здесь посаженный лесочек. Который мы уже почти весь выпилили. Тут осталось всего пара деревьев. Вот которые с верхушками такие. Вот это посаженные. Мне было очень жалко денег покупать вокруг лес. Поэтому я засадил вот эту вот территорию. Здесь кстати надо как-нибудь съездить, покорчевать пеньки. Это кстати работа для стрима. Так что может быть как-нибудь постримим все это дерьмо и посрезаем здесь пеньки. Почему бы и нет. В общем-то из посаженных деревьев тут их осталось штук 6-8. Я точно не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать деревьев я насчитал. Может быть я не прав. У меня иногда проблемы со счетом. Также эти бревна у нас идут на столярный цех. Здесь у нас идет производство поддонов. Здесь тоже все забито. И даже щипа почти забита. Надо будет ее отсюда вывезти. Я что-то как-то забыл про это. С поддонами в общем-то проблем у нас быть не должно. Лес вокруг я не трогал. Везде пилили тот. Очень дорогая территория. Мне очень жалко денег на это все. А также доски у нас еще используются на бандарном цеху. Здесь у нас производятся бочки. Точнее не доски требуются, а бревна, да. Здесь у нас тоже в общем-то все забито. Двести бочек у нас имеется. Вот таких вот. Они используются здесь только на производстве кваса. Мы этим еще пока что не занимались. Но бочки для этого если что есть, это предприятие можно оставить в покое. Бочек много, бревна есть. Короче здесь проблем никаких тоже нету. Далее друзья предприятия, которые у нас идут для строительства. В первую очередь цементный завод. Соответственно на цементном заводе у нас производится известь и цемент. Цемента как видите тоже у меня все забито, все прекрасно. Производство извести я не запускал, потому что оно мне не надо. Мы известь покупаем. Она не так дорого стоит и работает с курсплеем. А вот эта хреновина с курсплеем скорее всего не работает. Поэтому нахрен надо. Но я честно говоря не проверял работает или нет. Может оно и тоже с курсплеем работает. Но я не проверял, мне проще поставить было пополнялку для извести. Так что с цементным заводом у нас все хорошо. Цемента вдоволь. А также у нас есть карьер. На карьере практически тоже все забито. Гравия чуть меньше чем песка в два раза. Потому что тяжело оттуда вывозить песок. Почему-то с курсплеем багуется. Надо будет как-то вручную это сделать. Можно будет тоже на стриме кстати позаниматься. Когда будет нечего делать, устроить поболтушечки. В общем-то песок гравий у нас тоже добытый. Всего вдоволь. Начнем разгружать. Ресурсы тоже есть. Производство не остановится. Будет производиться дальше. Ну и замыкает всю эту цепочку у нас завод ЖБИ. На заводе ЖБИ кстати у нас припаркован вот такой вот ман метаномешалка. Она тоже работает по курсплею замечательно и живет собственно здесь. На заводе ЖБИ железобетонных изделий у нас производятся бетонные блоки. То бишь кирпичи и бетон в сыпучем виде. Или в жидком виде. Наверное в жидком виде. Правда он не портится никогда в жизни. Ну и ресурсами соответственно служат цемент, песок и гравий. Так что это вот такая вот производственная цепочка. По бетону как видите у меня тоже здесь все замечательно. Всего хватает. Прям все прекрасно. И по кирпичам в принципе тоже. Поддонов что-то не хватает. Ну да ладно. Завезем. Не проблема. Кирпичей здесь в принципе много. Но друзья на стройку тоже уходит их довольно много. Поэтому таким цифрам сильно удивляться не стоит. И ресурсы берутся из одного хранилища. То есть мы заберем отсюда кирпичи и бетон. И вот этот вот миллион гравия который здесь лежит. Он пойдет и туда и туда. Это один общий миллион. Это одна производственная херня короче. Также друзья у нас есть нефтяные вышки которые в данный момент работают. Они работают не так медленно как в 17 ферме. Но все равно это не самое быстрое производство. В общем-то нефти у нас дохренища. У нас есть 830 кубов нефти. И это в первой скважине. Их 5 и во всех одинаковое количество. То есть у нас нефти прям охренеть сколько. Я думаю что оно закончит производство сейчас. И больше нам вообще не понадобится до конца карьеры. Хотя не знаю посмотрим. Вся эта нефть вывозится на нефтеперерабатывающий завод. Нефтеперерабатывающий завод в первую очередь делает дизельное топливо и мазут. Ну мазут как побочный эффект. Побочный продукт. Но это производство у меня остановлено. Я один раз его запустил. Сделал себе 220 кубов соляры. Продавать я ее не хочу. Мы заправляем свою технику. Опять-таки у нас есть оранжевая эта охреновина. Которую мы привозим сюда. Заправляем и ставим на базу. Заправляем в общем-то этим дизельным топливом свою технику. Ну и мазут как побочка пускай лежит на черный день. Его можно продать вроде как. А также друзья здесь еще производятся полимеры. Которые уже тоже забиты. Но одевать их пока что некуда. Эти полимеры пойдут на завод Химпром. Который у нас еще не построен и не куплен. Из полимеров будут делаться мешки. Ну а соответственно мешки потребуются на предприятиях. Которые требуют эти самые мешки. Типа мешки для муки, мешки для сахара и так далее. Так что эта цепочка у нас еще не совсем завершена. Из упаковочных материалов кстати также требуется много где картон. И у нас есть фабрика по производству картона. Она тоже вся забита. Я всем позанимался между сезонами. Чтоб потом не было с этим проблем. Картон делается из щипы. Щипы у нас дохрена. Еще лежит на складе немножко. Еще на пилорамах остается. Мы ее собственно оттуда и берем. Еще мы на щипу перерабатывали деревья. Которые находятся между полями. Если мы будем объединять поля, это тоже у нас все дело пойдет на щипу. Потому что там кривые деревья большие. В них много древесины. А на производство, на пилораму их вести в общем-то впадлу. Да и сомневаюсь я, что из таких кривых деревьев, как там растут, делаются ровные какие-то брусы и так далее. Поэтому мы это все дело перерабатываем в щипу. Ну а щипу соответственно перерабатываем в картон. Как упаковка много где используется. Далее друзья у нас еще есть компост мастер. Компост мастер у нас делает компост из всей органики, которую только можно придумать. И кстати он почему-то не запущен. Я совсем про него забыл. Я про него всегда забываю почему-то. Ну в общем-то у нас есть тут миллион компоста лежит. Я его поначалу всегда продавал. Потому что стоит он немало. Сейчас он используется на фруктовом саду. Сюда как правило я возил солому. Потому что ее очень дохрена у нас всегда. И можно в общем-то с ней что-то делать. Есть тут также склады. Для удобрения семян и прочего дерьма. Но я ими не пользуюсь. Как-то не удалось. Далее друзья предприятия, которые используются у нас как промежуточное звено где-либо. Во-первых зерновой сепаратор. Занимается очисткой зерна как ни странно. Он у нас пустой. Я его поначалу покупал. Потому что он стоил копейки. И когда у нас были большие проблемы с деньгами. Не было ни участков, ничего. Мы выращивали зерно. Очищали его. И продавали намного дороже. Сейчас этим мы не занимаемся. Потому что больших проблем с деньгами у нас как правило нету. Но сепаратор разумеется продавать я из-за этого не стал. Тут лежит 45 кубов очищенного зерна и чуть-чуть отрубей. Это как-то раз мы брали контракт на третьем поле. И там была пшеница. Или ячмень. Короче что-то мы брали. Какой-то контракт. И остаток с этого контракта я решил вывести именно сюда. В общем-то он у нас немножко простаивает. Еще как промежуточное звено у нас используется фруктовый сад. Здесь у нас требуется компостик и водичка. Ну и поддон и с упаковкой конечно же. Соответственно производятся яблочки, абрикосики и сливы. И я промотал очень, очень до хрена дней. И яблок здесь появилось довольно-таки немного. Ну в процентном соотношении к хранилищу. И абрикосов соответственно столько же. И слив наверное столько же. Там какой-то фейл был у нас с запуском. Не, всего одинаковое количество практически. Да, я абрикосы сначала забыл включить. В общем-то компост мы возим сюда. Эти самые фруктики, они будут использоваться потом для производства вкуснейших пирожков. И эти самые пирожки мы уже будем продавать. А просто фрукты продавать я не очень хочу. В 19 ферме хорошо так упростили систему вот этого фруктового сада. Не надо под каждое деревье все высыпать. Поэтому париться с этой фигней мы не будем. И наверное обращать внимание на фруктовый сад мы не будем. Запустили, он работает. Потом когда-нибудь нам понадобится вывозить отсюда все, когда запустим хлебозавод. Тогда мы к нему и вернемся. Ну и друзья, предприятия, которые нас кормят. Которые нам приносят прибыль. Во-первых, это завод эфирных масел. Делает лавандовое масло. Для него надо выращивать лаванду. У нас ее сейчас нету. Она здесь закончилась. Поэтому следующее, что мы будем выращивать, это будет лавандочка. Да. В общем-то это одно из самых выгодных предприятий на карте. И так было в 17 ферме. И так сейчас происходит. По-моему за 4 игровых дня он полностью перерабатывает 200 кубов. Хотя может быть сейчас это дело немножко пофиксили, я не помню. Тут разработчики карты постоянно меняют что-то с каждым обновлением. В общем-то это предприятие одно из моих любимых. И сюда мы будем ездить довольно часто. Оно все забито. Тут все прекрасно. Лаванду единственное надо вырастить. Но не проблема, вырастим. Ну и еще друзья, у нас есть большой пивоваренный завод. Который умеет делать квас и пиво. Пиво мы делаем. И оно кстати забито. И ячменя и хмеля здесь тоже много, поэтому дальше оно будет перерабатываться. Тоже по-моему 4 дня требуется на все это дело. Или 8 дней. Честно, вот не помню. Как я говорил, уже постоянно все это дело меняется. На производстве кваса требуется тоже ячменя и рожь, которые мы можем вырастить. Но еще требуется сахар. Сахар в принципе можно купить, но я не хочу. Лучше его производить самому. Для этого нужен сахарный завод. Для сахарного завода мы уже даже свеколку вырастили. Но туда еще нужны мешки, поэтому химпром в общем-то сложная цепочка, которую мы пока что не осилили. Но в этом сезоне обязательно осилим. Ну и плюс надо выращивать еще обязательно ячмень, хмель и прочую лабуду. Точнее ячмень и рожь. Но это не проблема. Вырастим. Ячмени у нас его сейчас завались. Но скорее всего мы его весь на пивзавод закинем. Который соберем. Так что друзья, как-то так. В общем-то друзья, вот такая вот экскурсия по карте у нас получилась. Вот так вот выглядит карта, если что, на данный момент. У меня правда довольно-таки старая версия. Я не обновлял ее на самую последнюю. У меня какая-то 278 или что-то такое. Не важно. Надо будет обновить. К следующему разу обновлю. Соответственно, что нам надо еще купить будет из предприятий. Нам нужна будет маслобойня, которая будет делать подсолнечное масло. И по-моему это тоже промежуточная хреновина. Мебельная фабрика. Это конечная, но для нее нужно будет делать ЛДСП. Сначала надо будет купить из бруса. Будем возить на ЛДСП. И потом будем делать мебель. Можно будет купить обязательно теплички. Они, кстати, копейки стоят. И в одной из серий я их купил. Но потом все сломалось. И у меня там все заглючило. Слетела сохранялка. И когда я перепроходил, я их уже не покупал. Потому что в одной из первых версий карты для тепличек можно было использовать компост. А потом сделали так, что только навоз. А навоза у нас не было. У нас коровки появились только в прошлой серии. Поэтому теплички тоже можно будет запустить. И они будут использоваться на консервном заводе или на хлеб заводе. Точно не помню. Птицы фабрика, где у нас будут расти курочки. И будут давать нам яички. Рыбхоз, на котором можно заниматься рыбкой. И тоже пускать ее в консервы. Конечно же молокозавод. Всякие йогурты, кефирчики, молочко. Я честно, друзья, не помню, что там производится. Но по-моему именно это. Мельница, которая делает нам муку. Сахарный завод для сахара, разумеется, тоже очень важная хреновина. Ткацкая фабрика, которая делает всякие ткани из льняной соломы, из шерсти. Правда, овечки для этого нужны. Хлебокомбинат, который делает хлеб-батон, всякие пирожки классные. Консервный завод надо будет обязательно купить, который делает всякие консервики. Завод Химпром, который опять-таки делает эти самые мешки, которые нам так нужны. Мясокомбинат, который делает колбаски. Вот, кстати, точно не помню, чем занимается мясокомбинат, потому что я до него даже в 17-й ферме не дошел. Для него, вероятно, придется заводить свинок, которых я заводить не очень хочу. Ну, в общем-то, обязательно посмотрим, что с этим можно будет делать. Сельхозхимия, которая делает семена удобрения, мне не очень интересно, если честно. Поэтому вряд ли мы ее будем делать. Кстати, Агрокорм, он у нас есть. Он делает корма. Пока что запущена цепочка только по производству корма для коровок. Тут еще делается корм для свиней и корм для рыб. Корм для рыб нам делать не ищего. Корм для свиней делать незачем. И, кстати, первое тоже делать незачем. А вот корм для коровок у нас производится, и он сейчас орет. Очень громко работает этот завод. Я только не могу найти ни одного триггера, чтобы он мне показал статистику по корму. В общем-то, его здесь дохрена. Тут довольно большая вместимость. Но, правда, его и нужно дохрена. Надо будет его запустить, повывозить на серии. Ресурсы пока что есть. О, появилось. Ресурсы пока что есть. Вода используется из общей бочки. Все остальное конкретно для этой производственной линии. Но, в общем-то, здесь тоже все хорошо. И последнее предприятие, которое лично для меня довольно сомнительное. Но раз оно есть, надо будет им заняться. Это гостиница. Соответственно, гостиницу нужно будет строить. И стройка идет явно не в один этап. Потому что... А, у нас сейчас ничего даже не показывается. Потому что участок не куплен. Короче, здесь строится гостиница. Большая такая. Строится в несколько этапов. И потом она использует в себе абсолютно все ресурсы, которые производятся на карте. То есть, нам нужно будет запустить абсолютно все. Чтобы в итоге пользоваться гостиницей. Здесь почему-то знак лежит. Точнее, он... Давайте его... А его даже выбить из земли нельзя. Ну да ладно. В общем-то, не знаю насчет гостиницы. Хочется сделать все. На выходе у нас будут рубли, которые меняются по очень классному курсу. Продаются. Я, правда, не помню, чем их возить. Вот они. Рубли. На среднем уровне сложности. Один рубль это 6 миллионов и 700 евро. Это вам не сраный биткоин. В общем-то, если удастся... Точнее, тысяча, да. Это тысяча рублей. Тысяча кубов рублей. Точнее, тысяча литров. Один куб. Один куб рублей, да. Чувак вообще странно на меня сейчас посмотрел. Вот. Как-то так. В общем-то, друзья. Вот такая вот экскурсия у нас по карте получилась. То есть, планы вроде как понятны. Сценарий я набросаю. В какой последовательности, что нам покупать, что производить. Будем заниматься производственными цепочками. Скорее всего, купим еще какое-нибудь поле. Но я еще даже не знаю, какое. Скорее всего, пятое, второе. Или, может быть, третье. Но третье далеко. Оно хоть и большое, классное. Но вот пятое, второе. Скорее всего, мы купим именно его. Вот. Соответственно, будем покупать всякие предприятия. Будем их запускать. Возить туда-сюда всякую хреновину. В общем-то, проходить дальше эту карту. Кому интересна статистика, кстати, вот она. На данный момент на карте наиграно 200... Точнее, 391 час. Вот такой вот я псих. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте про лосики. Потому что, чем их больше, тем больше вероятность, что следующая серия выйдет как можно раньше. Пишите ваши комментарии. Можете предлагать какие-то интересные пути развития. Нестандартные. Будет интересно почитать. Если вы на канале впервые, то подписывайтесь на канал. Можете оформить спонсорство, чтобы смотреть ролики раньше остальных. Не все, правда. Но такое тоже частенько случается. С вами, друзья, был Никита Дилей. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока.